Крым де-факто. Это российский Крым. После референдума и де-юре Крым стал российским. Мое посещение Крыма, на что я имею полнейшее право, под чьим бы оно там протекторатом, руководством, и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым. Впервые на море я побывал в Крыму, когда у меня еще маленькие старшие детки были. Один был, Витя, у меня. Это и мой Крым, понимаете? Мне президент предложил, говорит, давай вот когда-нибудь отскочим. Махнем. Так было и сказано. Когда мы на катере с ним, на шхуне болтались в Черном море, как раз об этом речь зашел. Я говорю, ну показал бы Крым. Нет вопросов. Только, говорю, давай на самолете, а не на этой лодке, потому что, оказывается, это надо сутки туда топать на этой шхуне. А на самолете долетел, но, говорю, второе условие в Севастополе. Потому что я, прилетая в Крым, я всегда приземлялся в Севастополе. Путин мне много рассказывал о нынешней базе ВВС в Севастополе, военно-космических сил. Там раза три об этом говорили, и он должен сам определиться, когда удобнее будет время, там, теплее, там, чтобы дождя не было и прочее. Я говорю, ну, когда пригласишь, тогда и полетим. Если президент уже туда приехал с президентом России, слушайте, какие еще могут быть признания? Это уже масло масляное, как в России было. Вот и будет это означать. Хотя, ни для меня, ни для Путина это не секрет. И более того, это просто, ну, какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет.